Газ, Зил, Москвич, Чайка, Волга и многие-многие другие. Рассмотреть каждую деталь автомобилей прошлого можно было на выставке «Ретроспектива», прошедшей в эти выходные. Это один из самых зрелищных некоммерческих автомобильных фестивалей современности. В Ульяновск съехались владельцы и любители старинных автомобилей и мотоциклов со всего Поволжья. Организаторы верят, что подобное мероприятие позволит познакомить молодое поколение с историей своих предков, а людей постарше вспомнить былое. Все мы понимаем, что реставрация – это очень длительный и очень трудный, очень материально затратный процесс. Поэтому даже достаточно богатый человек, позволяющий себе реставрировать достаточно старую интересную технику, тратит на это годы и достаточно большие деньги. Поэтому немаловажно, я считаю, как раз сохранять то, что мы имеем. Потому что восстановить старую машину будет потом гораздо сложнее. В свое время на них ездили чиновники, руководители крупных заводов и военные. А сегодня эти машины особо ценятся среди коллекционеров. Раритетные авто стоят дорого и, несомненно, привлекают внимание прохожих, что и показала ретроспектива. Отбоя от желающих посмотреть интересные экземпляры и сделать памятное фото не было. Свою машину ГАЗ-69, 1971 года выпуска. Участник фестиваля Юрий восстанавливал несколько лет и теперь с удовольствием ездит на выставки и участвует в парадах. Заниматься с такими машинами – одно удовольствие, потому что у меня в проекте есть еще одна машина. Сейчас я собираю 21-ю, ГАЗ-21, «Волга». Полностью тоже разобрал. А по затратам, если взять, это очень дорого выходит, потому что если машину покупать в оригинале, то еще более-менее можно собрать. А если не в оригинале, запчасти очень дорогие, потому что таких запчастей сейчас не выпускают, потому что все новодельные и вот они очень дорого продают его. Некоторые модели займут свои места в будущем выставочном зале ретро-мототехники, посвященного истории советского автомобилестроения. Небольшой музей расположится в Ленинском мемориале. Дарья Сударева, Руслан Баталов. Новости Ульянской правды.